Сегодня мы находимся в курортном поселке Затока, и у нас есть уникальная возможность посмотреть, как работают сотрудники ГАИ. Затока – курортный поселок на побережье Черного моря. В летний период сюда съезжается очень много туристов, как со всей Украины, так и с ближайших стран. Движение автотранспорта в этом поселке не прекращается ни днем, ни ночью. Именно поэтому малейшее нарушение водителям автотранспорта правил дорожного движения может привести к трагическим последствиям. Сегодня наша съемочная группа отправится в мир ночных дорог, ярких фонарей, в мир опасности, храбрости и чести. И так, в путь! Сотрудники госавтоинспекции говорят, что за последнее время стало гораздо меньше случаев пьянства на дороге. Но это не значит, что они вовсе исчезли. Пьянство за рулем приводит к очень губительным последствиям. И садясь за руль, стоит задуматься, стоит ли капля алкоголя того, чтобы лишить жизни или сделать инвалидом другого человека. А может и себя. За время нашего рейда мы не увидели ни одного выпившего водителя. Это хороший результат. Был проверен не один десяток машин. Проверялись даже машины, выезжающие из баров. Очень радует тот факт, что за руль садятся ответственные водители, готовые нести ответственность за свою и чужую жизнь. Но увидели мы и то, что не может остаться незамеченным. Юноша, 17 лет, за рулем незарегистрированного мотоцикла, без прав, 2 часа ночи, выпивший. Что это? Безответственность подрастающего поколения или пример равнодушия взрослых? Судите сами. Что хочется пожелать водителям, а также участникам дорожного движения, чтобы были внимательны, так как очень сложная сейчас ситуация, как на дорогах, так и за пределами проезжей части. Переходить только в желательно установленных мест, а водителей придерживаться, управлять автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. И удачи. Также трудность работы служб автоинспекции заключается в том, что часто на дороге встречаются грубые водители, ведущие себя вызывающе. Такое поведение является способом спровоцировать конфликт в том случае, когда отсутствуют необходимые документы. Согласно пункту права 2.1, у меня заметили себя водительского удостоверения установленного образца. Средство и регистрация. Да, это шатка. Вы что, есть кран в лошадке? Я согласен. Вам же никто не привзят на меня. Даже значка у вас нет, значок отсутствует. Если вы хотите что-то либо узнать, можете позвонить на дежурную часть. Не хочу. Не хочу. Надо никуда нам звонить, что мы должны нам предоставить информацию. Не хочу. Так что вы тогда хотите? Не хочу ничего. Я хочу, чтобы меня не останавливали. Вот и все. Часто в позднее время контроль соблюдения правил дорожного движения является очень опасной задачей, требующей храбрости и экстренности в принятии решений. Вот, к примеру, рассказывает инспектор ГАИ Степан. Бандиты захватили заложники женщину, но в дороге им встретились сотрудники ГАИ. На просьбу остановиться бандиты начали ехать только быстрее. Был объявлен план перехват и в поселке городского типа Затока удалось поймать бандитов и спасти жизнь несчастной женщине. Остается только добавить, что своим высоким профессионализмом, работоспособностью и настойчивостью сотрудники Государственной автодорожной службы заслуживают глубокого уважения со стороны общества. А водителям хочется пожелать понимания и терпения на пунктах остановок данной службы. И, конечно же, соблюдайте правила дорожного движения.